В процессе эволюции человечества эволюционировало и оружие человека. Все началось с камня, брошенного в цель. Затем были элементы поострее, и уж потом кто-то придумал огнестрельное оружие. Сегодня в теории эволюции оружия мы и будем разбираться. Начнем мы с метания ножей, и в этом нам поможет инструктор по метанию ножей Владимир Харунжа. Здравствуйте! Я вам тут под руку говорю, вам, наверное, мешаю. Здравствуйте! Вот пришел я к вам для того, чтобы освоить азы метания снарядов. Как они правильно называются? Метательные ножи? Да, это специально спортивный метательный нож. Спортивное метание ножа. Вид целевого метания, которое является самостоятельной спортивной дисциплиной с набором установленных правил, упражнений и дистанций, а также четкими требованиями к спортивному снаряду. История спортивного метания ножа в России началась с так называемого универсального боя, прикладного вида спорта, появившегося в России в 1996 году. Один из организаторов турниров, президент Национальной Федерации «Русский бой» Сергей Петрович Новиков запатентовал соревнования по метанию ножей, так и появилась отдельная дисциплина. Ну вот получается, вот сейчас я правильно беру или вот так? Да, все правильно, только слишком пальцами этими не зажимаем, просто придерживаем, чтобы нож в руке не ходил, не болтался, так скажем. Соответственно, выйти из руки он должен вот под таким? Да, под таким вы не должны его, допустим, разжать руку или еще как. Он должен выйти под своим весом. Понятно. Со временем дичь становилась больше, а чем больше дичь, тем, собственно, и расстояние до нее дольше. Тут уже обычным метательным оружием просто так не обойдешься. И тогда человек придумает первые модели стрелкового оружия. И первым, естественно, является лук и стрелы. Так, стоп, 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 стоп. Вы все неправильно делаете. А как надо? Сейчас я вас научу, обучу и все расскажу. Хорошо, когда рядом есть инструктор, который выдаст защитные приспособления, все покажет и расскажет о том, что лук — это метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. Для выстрела лучник натягивает тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге лука. После чего, отпуская тетиву, и дуга, быстро разгибаясь, преобразует запасенную потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Десяточка! Уже неплохо. Но у нас есть следующая разновидность лука — это блочный лук. Он, конечно, поинтереснее, сейчас мы его и попробуем. Но он, наверное, и посложнее будет. Он посложнее, он потяжелее. Во времена Средневековья лук эволюционировал в арбалет, что существенно упростило задачу стрелкам. Как ни странно, после арбалета был изобретен блочный лук. В отличие от классических моделей, после натяжения тетивы помогает стрелку спокойно прицелиться и выстрелить, поскольку блоки в крайнем положении хода тетивы обеспечивают снижение усилия. То есть стрелку существенно проще удерживать сведенный боевой лук в готовом к выстрелу состоянии. Однако и арбалеты, как первая модель полуавтоматического стрелкового оружия, до сих пор активно используются как в спорте, так и в охоте. В процессе эволюции оружия было множество переходных моделей, которые постепенно пришли к оружию огнестрельному. Оружие зарядить, приготовить. Палет. Неплажный аромат. Готов? Готов. Стрельбу начали. Девять. Стоп. Оружие к осмотру. Оружие заряжено. Спортивная стрельба из огнестрельного оружия насчитывает десятки разновидностей. Основой является так называемая стрельба практическая. Производится из различных видов гладкоствольного оружия. Суть ее заключается в том, чтобы за как можно более короткий временной отрезок поразить большее количество целей. После короткого и внятного инструктажа я приступаю к практике стрельбы из крупнокалиберного охотничьего карабина «Сайга». Требу начали. Полетела. Стойко. Ну, ставьте оценку. Оценка отлично. Для первого раза, для начинающего мы ничего не промахнулись. Однако же по тарелке по оранжево я все-таки... Это уже в процессе практики. Ну что, тогда к стендовой стрельбе перейдем. Очень хорошо, давайте. Корни стендовой стрельбы лежат в соревнованиях охотников, которые стреляли по птицам из охотничьих ружей. Такие соревнования проходили в Европе, в первую очередь в Англии уже в середине века. В нескольких первых Олимпийских играх стрелки вели огонь по подбрасываемым в воздух живым голубям. Затем голубей сменили тарелочки. Стендовая стрельба входит в программу Олимпийских игр и является одной из старейших олимпийских дисциплин. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей, дробовыми зарядами, по специальным мишеням-тарелочкам. При попадании даже нескольких дробин тарелочка разбивается. Прямо сейчас мы попытаемся оформить так называемый дуплет. Одна мишень пойдет снизу, затем пойдет сверху. Задача уложить обе. Поехали. Дай! Отлично. Первая бита. Идем, не торопимся. Поди. Чуть-чуть опередили. И вот так. Класс! Вопреки сложившемуся стереотипу о том, что стрельба сугубо мужское занятие, этим может заниматься и девушка. Самое главное, чтобы стрельба всегда была направлена в мирных, то бишь спортивных целях. Стреляйте исключительно по тарелочкам и смотрите утро на Енисей. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok